Хосе Дороте Аранго Арамбула, 23 июля 1923 года, Параль, Мексика, более известный как Франсиско Вилья или Панчо Вилья, один из лидеров повстанцев во время Мексиканской революции. Биография. Хосе Дороте Аранго Арамбула или Панчо Вилья родился в Осиенде Гоуахита, неподалеку от селения Сан-Хуан-де-Ль-Рью, штат Дюранго, в семье Пиона. Рано потерял отца и был вынужден работать на Осиенде, но из-за невыносимых условий несколько раз пытался бежать. Младшая сестра Панчо была изнасилована одним из хозяев Осиенды, на которой он работал. Согласно его собственным воспоминаниям, Панчо отомстил за честь сестры, убив этого Осиендада, после чего он вынужден был бежать в горы, где провел свое юношество, Мексиканская революция. Вилья периодически промышлял кражами в составе отряда беглых пионов, ведущих на вооруженную борьбу с местной полицией, помещиками и федеральными войсками, пока в 1909 году не встретил Авраама Гонсалеса, местного представителя кандидата в президенты Франсисика Мадера. Гонсалес стал политическим наставником и другом Вилья и тот примкнул к силам Мадера, поднявшим восстание против президента Одесса, переросший в Мексиканскую революцию. Во время восстания необразованный Вилья, который умел только читать и писать, показал себя способным полководцем. Талант командира, знание местности и коренного населения помогли Вилье создать дивизию хорошо обученных солдат. После победы повстанцев Вилья остался в партизанской армии. В 1912 году во время восстания Паскуаля русско генерал Викториан Уэрто сфабриковал против Вилья обвинения и приговорил его к смертной казни. Вилью спасло вмешательство Мадера, который направил его в тюрьму. В ноябре Панчо Вилья бежал в США. После устроенного Уэрто и военного переворота и убийства Франсисика Мадера, а также его соратника Авраама Гонсалеса, Вилья, переплыв верхом Рио-Гранде, в апреле 1913 года вернулся в Мексику, чтобы вести борьбу с узурпатором. Он создал формирование из нескольких тысяч человек, впоследствии получившее название Северной дивизии. Соединив свои части с конституционалистской армией Венустиана Карранцы, Вилья выступил против диктаторского режима генерала Уэрто. Вилья вскоре установил контроль почти над всей территорией штата Чуала, а в середине ноября занял пограничный город Сьюдат-Хуарес, столицу штата. Город Чуала местные военачальники избрали его губернатором штата. В этой кампании Вилья также показал себя талантливым командиром, одержав несколько побед, сопровождавший его американский писатель и журналист Амброс Бирос был свидетелем самой впечатляющей победы Вилья – битвы при Тьеробланке. В ноябре 1913 год Карранцы и Вилья нанесли у Эрти решающие поражения в битве с Акатикас в июне 1914 года, а затем вступили в Мехико. Из разногласий между ним и Карранцы в декабре 1914 года Вилья изгнал последнего, заняв Мехико вместе с другим известным революционером из народа – южанином Эмилиано Сапатой. Однако уже в январе 1915 года Вилья и Сапата покинули столицу под натиском войск Карранцы. Силы Вилья отошли в горы на севере Мексики. Карранца отправил против крестьянского революционера своего генерала Альваро Абригона, который нанес войскам Вилья тяжелые поражения в битвах при села и при Тринидаде. Потеряв свою армию, Панчо Вилья стал партизанским командиром, чтобы продемонстрировать свое неподчинение и Каррансе, которого поддерживал американский президент Вудро Вильсон. В январе 1916 года Вилья расстрелял 17 граждан США рядом с Санто-Исабель. Двумя месяцами позднее он атаковал город Коламбус в штате Нью-Мексико, в результате чего были убиты 17 американцев. Вудро Вильсон отправил в этот район карательную экспедицию во главе с генералом Джоном Першингом, но из-за популярности Вильи в народе и недовольства мексиканского правительства нахождением Першинга на мексиканской территории Вилья так и не был пойман. Убийство после того, как Альваро Абригон сверг Венустяна Каррансу. В 1920 году Вилья заключил соглашение с временным президентом Мексики Адольфо Уэрт и отошел от революционной борьбы. Он поселился на Осиенде и Канутиле, где на выделенных им участках работали ветераны его армии. В 7 часов утра 20 июля 1923 года Вилья был застрелен в своем автомобиле в городе Идальгадель-Параль. Вместе с ним погибли еще четыре спутника. Личный телохранитель Вилья генерал Мадрино, секретарь Томаи, шофер-полковник Трильо и охранник Уартада, возглавлял банду убийц депутат законодательного собрания штата Дюранга Хесус Салас Берас. Гордившийся убийством Вилья, в ней также были помещик Мелитон Лассоя, полковник Феликс Лара и другие. Никто из 12 убийц так не понес наказание. Хотя это и не было полностью доказано, большинство историков сходятся во мнении, что убийство было организовано генералом и политиком Плутарко Ильясом Кальейсом вместе с его соратником Хаакином Амарой. Согласие президента Альваро Абрегона Оценки Джон Рид Американский журналист и публицист левого толка Вилья ненавидит всякие пышные и ненужные церемонии и поэтому любое его публичное выступление производит сильное впечатление. Он обладает необыкновенной способностью выражать чувства народных масс интересные факты. Среди американских военных, не сумевших уничтожить Вилью, были Джон Першинг и Джордж Патан. История гибели Вилья легла в основу достаточно известной мексиканской народной песни «Кукарача», также известной и в СССР. В честь Панчо Вильи под этим именем и фамилией выступал знаменитый филиппинский боксер Франсиско Гуилида, ставший в 1923 году первым азиатским боксером-чемпионом мира среди профессионалов. В 1934 году был создан американский фильм «Вива Вилья» с Уалисом Бири в главной роли. В американском фильме 1968 года «Вилья в седле» роль Вилья Панчо блестящий исполнил известный голливудский актор русского происхождения Юл Бригинер. Панчо Вилья упоминается в песне «Миры и матьё» Сиа Бамбина «Сори». В фильме режиссёра Брюса Берисфорда «Энт Старин Панчо Вилла» Асхим Селов 2003 года главную роль сыграл Антонио Бандерас. В игре «The Young Indiana Jones Chronicles» на игровой приставке «NES Indiana Jones» встречается с Панчо Вилья в заставке к двум главе «Мексики». Мексиканская группа «Бражария» посвятила песню «Division Deal North» с альбома «Бражаризма». В фильме «Мира кустурицы» «Дикие розы, нежные розы» роль Панчо Вилья исполнил Джонни Депп. Премьера фильма состоялась 22 марта 2012 года. Продолжение следует...